Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Буквально неделю назад я подходила уже к этому сорту, сибирский пируэт, и рассказывала вам, что этот сорт, он грунтовой, он расползается, как вот один, видите, вот это один кустик. Он образует, как из себя, как бы несколько самостоятельных кустов, такое впечатление, что густо посаженная рассада. Это вот такой сорт. Потом он покроется вот такими пальчиковыми красивыми томатиками. Но сейчас я подошла для того, чтобы сказать вам, ну как, дать один совет практический. Когда вы на будущий год, например, захотите выращивать такой томатик и посадите, вы можете столкнуться с той проблемой, с такой, что он не очень послушный. Вот я оставила им место, видите, какая большая территория. Между ними оставила вот сюда. И я хотела, чтобы они как вот от лунки в разные стороны расползались. Но они ползут не туда, куда мы хотим, а туда, ну куда попало. И тогда я начинаю принудительно направлять его. Делаю вот такие вот, ну как, как женская шпилька, только большая с сетки рабицы. Беру весь ствол и принудительно его положив, куда его положить-то не знаю. Ну не важно сейчас, в любое место, куда вам надо. Положите и пришпильте его к земле. Все. И он тогда пойдет в ту сторону, именно куда вам нужно. А не туда, куда хочет он. Потому что бывает, что два куста, а не вот эти два, я их сейчас буду разъединять. Хотя есть расстояние разойтись в разные стороны, они начинают наползать друг на друга, переплетаться плетями, затенять друг друга. А здесь у них зато вот сколько пустого места. Поэтому такие томаты лучше направлять самим. Вот он уполз неизвестно куда. Его можно развернуть. Я вот так сейчас его разверну и пришпилю вот сюда. Все. Это принудительное направление вот таких томатов. Потому что он еще будет ползти, у него еще будут образовываться вот такие вот, ну как, пасынки. Или как их назвать, они уже как самостоятельные. Он получается сам стебель, на нем почти нет плодов. Все плоды будут вот на этих вот пасынках, которые он дал. Вот все пасынки будут буквально усыпаны вот такими пальчиковыми томатами. И в прошлый раз я была, они еще были совсем маленькие. Сейчас уже приобретают форму вот такую, как форма веретена, немного внизу шире, а вверху уже. Очень красивые, с острым носиком. Идеально подходят для цельноплодного консервирования. Как я уже говорила, никакого не требует ухода. По принципу посадил и забыл. Единственное, что я делаю, вот, я их пришпиливаю принудительно, чтобы он шел только в это направление, чтобы они не наползали друг на друга. А то они, видите, вот, оставили пустое место, а тут начали друг другу мешать. Все. Когда будете выращивать такой сорт именно, вот, который ползучий, если вам нужно будет, вот, применяйте шпильки. Придавил, ушел, все. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Там первый видеоролик, когда он еще маленький, когда какая рассада. Я вам уже рассказывала, кто не смотрел, смотрите. Смотрите про такой же сорт дамский пальчик, который не нуждается ни в подвязке, ни в посынковании. Очень удобные сорта для тех, кому некогда ухаживать, посынковать, привязывать. Все, вот это томаты, которые выращиваются действительно по принципу, посадил и забыл.